Второй корпус современного образовательного центра в Южном городе открылся в начале учебного года. Здесь будут обучаться полторы тысячи детей, в том числе ребята с особенностями здоровья. 68 кабинетов, 6 спортзалов, музыкальные классы и библиотека. Созданы все условия для учебы. Здание было построено благодаря нацпроекту образования, который инициирован президентом России Владимиром Путиным. Главным преимуществом образовательного процесса школы в Южном городе можно считать то, что практически все ребята будут учиться в одну смену. В каждом из корпусов и спорт, и наука, и искусство. Мы не разделяем возможности для детей. Собственно говоря, каждый корпус предназначен для тех детей, которые ближе к нему живут. Чтобы была шаговая доступность, чтобы была безопасность для детей. В центре Самары ситуация с нехваткой мест в школах и детских садах острее, чем в остальных районах города. Согласно майскому указу президента страны, к 2021 году должна быть обеспечена стопроцентная доступность образовательных учреждений для детей всех возрастов. Всего за время реализации нацпроектов в регионе планируется создать более 7 тысяч дополнительных мест. Больше половины для детей в возрасте до 3 лет. Этой работе уделено особое внимание в обновленной стратегии развития региона, которую представили на расширенном заседании правительства. В сфере образования одним из наших приоритетов является обеспечение доступности мест в детских садах. Особое внимание при этом уделяется созданию ясельных групп. В 2018 году были введены 9 детских садов. В этом году в регионе строится и капитально ремонтируется 28, 17 из них совершенно точно будут введены в эксплуатацию в текущем году. Работа по сокращению очередности уже активно ведется. Возвращаются бывшие здания садиков, создаются дополнительные группы. Проблема нехватки мест решается в том числе и созданием частных детских садов. Мне хочется отметить, что при задаче к 2021 году 100% обеспечимости жителей Самарской области Российской Федерации местами в детском саду, сегодня по городу Самаре, например, эта проблема является одной из самых актуальных. И поэтому то, что сегодня произошли определенные передвижки, по сути дела, и акценты переставлены именно на решение этого вопроса, я считаю, что это показатель того, что и губернаторы правительства Самарской области, они понимают, куда мы идем, и понимают чаяния жителей. Самарская область активно участвует в президентской программе по строительству и обновлению школ, которая рассчитана до 2025 года. За неполные два года введены в строй четыре школы. Это почти четыре с половиной тысячи новых мест. Еще две школы до конца года откроют свои двери после вынужденного длительного закрытия и проведенной реконструкции. Ведется большая работа, и это тоже важно отметить, особенно в проблемных точках. Во-первых, по проектированию новых образовательных организаций. Ну, в качестве примера, опять же, например, на пятой просеке в Самаре сейчас ведется проектирование, там будет новая школа. И в микрорайоне крутые ключи. Не забывают и про оснащение образовательных учреждений. Обновляется парк школьных автобусов. Перед началом учебного года закупили 89 единиц техники. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События.